Совсем скоро в Тверской области наступит купальный сезон. Прибавится работа и тверским спасателям. Чтобы в этом году сократить статистику несчастных случаев на воде, МЧС вместе с работниками аварийных служб и ГИМС в преддверии купального сезона провели совместные учения. Они отработали навыки оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, которые чаще всего возникают на воде. За ходом учений наблюдал наш корреспондент. Выпал из лодки, лодка перевернулась. Типичная ситуация, которая может возникнуть на воде. Еще в топе списка чрезвычайных ситуаций неудачные прыжки в реку и попытки нырнуть поглубже. И большинство этих случаев приходится именно на летний период. А потому горячий сезон наступает не только для отдыхающих, но и для спасателей, которые должны быть во всеоружии, чтобы в случае возникновения опасной ситуации прийти, а точнее приплыть на помощь. В преддверии купального сезона сотрудники спасательных служб отработали техники спасения утопающих. Подобные учения спасатели проводят два раза в год. Осенью и весной перед открытием купального сезона. Они отрабатывают такие навыки, как спасение людей при падении сводного мотоцикла, в случае, если человек утонул или же выпал из лодки. За 10 месяцев 2021 года в Тверской области утонули 29 человек, согласно статистике ГИМС. Это, кстати, на 7% больше, чем в 2020-м. И больше половины трагедий произошли из-за невнимательности и беспечности самих отдыхающих. Чаще гибель на воде – это купающиеся люди, особенно в нетрезвом виде. В неустановленных местах, они там, где расположены бляжи, где обследовано дно, где есть спасатели. И присутствует народ, даже очевидцы иногда окажут помощь. В учениях приняли участие не только профессиональные спасатели, но и члены отрядов добровольцев. Они под контролем инструктора повторили технику оказания первой помощи утонувшим, а также технику непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Мероприятие предназначено для организации взаимодействия между оперативными службами, нашими структурами. Порядок наших действий при оказании помощи людям на воде. Добровольные спасатели, пожарные части привлекаются, сам подразделение центра ГИМС. Сотрудники МЧС и ГИМС еще раз напоминают, что не лучшая идея будет после бурного застолья садиться за роль водной техники. Также отправляясь покорять речные просторы на лодках или катерах, стоит надеть спасательный жилет. За период навигации 2021 года сотрудниками ГИМС было выявлено около тысячи различных нарушений судоводителей. И самое частое как раз отсутствие этого самого аксессуара, который зачастую является шансом на спасение в случае чрезвычайной ситуации. Кстати, за отсутствие его штраф от 15 до 20 тысяч рублей. Но ведь жизнь и здоровье гораздо дороже денег.